Я списался, меня добавили в группу, через 3-4 дня мне написали первый адрес, это было в начале августа. На первый адрес поехали, первой сумму было 400 тысяч. В Кострому я приехал вчерашним днем, мы поехали на адрес в Костроме, забрали деньги у пожилой женщины. Далее мы должны были ехать в обменный пункт в городе Ериславы, но по пути написал куратор и сказал, что планы меняются и скинули другую адрес, то есть надо было забрать еще одну сумму. Приехав на другую адрес, уже сотрудники задержали. Сейчас полное сознание есть, все деяния, совершенно не понимаю, что я сделал. Я искренне раскаиваюсь в своих деяниях. Он вошел, он вошел, вот тут стоит и молчит. Мне позвонили по телефону по городскому. Представился старый мужчина. Сейчас продлевается телефон, если вы будете его дальше держать, то вы должны мне сообщить данные. Я думаю, поверила, старый человек, думаю, уж не обманят, обычно молодые звонят. Я взяла паспорт, продиктовала ему, потом он говорит, ну спасибо, здоровья вам. На второй день мне как начались звонки, это из полиции. Что вы наделали? Вы это самое, вы мошеннику данные. Вы теперь деньги не можете никакие снять, на что же вы будете жить? Он мне говорит, хорошо, это самое, у вас деньги есть на книжке? Я говорю, есть. Вы сейчас идите в банк, снимите эти деньги, вам потом сообщу счет новый, и вы эти деньги потом положите опять. Значит, я пошла, сняла эти деньги, прихожу домой, только вошла, звонок опять. Придет курьер, ему должны отдать эти деньги. Приходит мальчишка такой растерянный. Я говорю, вы за деньгами что ли приехали? Да. Вот я говорю, ну хорошо, нате вам деньги. Я только деньги-то ему подаю, этот выскочил, схватил его, повалил. Огромное спасибо вам, ребята. Вы у меня выручили настолько, что сразу мне сказали, что никому денежки отдавать не надо. Спасибо, я очень благодарна вам.